Для начала разберемся, каким собакам особенно необходимо сочетанное питание пожилые собаки. Тут все просто, у питомцев в серьезном возрасте уже не такие крепкие зубы и грызть гранулы корма им уже не так удобно. Привередливые питомцы. Если вам достался хвостатый гурман, у которого свои планы на рацион питания, а если он еще и настойчив, то влажный рацион – чуть ли не единственный способ договориться. Нельзя сказать, что один тип кормления лучше, а другой хуже. Сухой корм важно включать в рацион, его легче хранить, он тренирует мышцы челюсти, помогает бороться с налетом на зубах и стимулирует перистальтику пищеварительной системы. Влажные и сухие корма можно и нужно сочетать в одном рационе. Ветеринарные врачи рекомендуют давать собакам сухой и влажный корм одного бренда. Продукты от одного производителя схожи по составу, лучше сочетаются между собой и легче усваиваются организмом. При этом не нужно заниматься смешиванием сухого и влажного рациона в одной миске, достаточно просто кормить питомца утром сухим кормом, а вечером влажным. Рассчитать суточную норму при сочетанном питании достаточно просто. На упаковке влажного корма часто указана норма кормления для питомца определенного веса в граммах в день. Например, на упаковке Монч Буайлд с лососем для собаки весом 20 кг указана норма кормления влажным кормом – 1000 грамм в день. В баночке содержится 400 грамм корма. При этом норма кормления для этой собаки сухим рационом Монч Буайлд с лососем – 241 грамм сухого корма в день. Для подсчета, сколько сухого корма питомец должен получить утром, чтобы вечером полакомиться баночкой влажного корма, нужно вычесть 40% из сухого рациона, упаковка влажного корма 400 грамм, это 40% дневного рациона. Таким образом, 241 грамм 40% равно 144 грамма корма питомец будет получать на завтрак, чтобы вечером получать влажный корм. Заботьтесь о питомцах и меняйте их жизнь к лучшему, а мы будем стараться находить еще больше интересных тем для вас.